Улицы, о которых сегодня шла речь в городском Акимате, в основном расположены в старой части Октабе. Среди них у Алиханова и Некрасова. Качеством их ремонта люди возмущаются справедливо, считают чиновники. Ими уже была проведена специальная проверка, итоги которой сегодня были объявлены официально. Теперь часть улиц придется заново приводить в порядок. Причем ремонтировать улицы с дефектами дорожного покрытия будут сами подрядчики. На это из городской казны не будет выделена нитиина. А вот сколько уже ушло из бюджета, в Акимате так и не было сказано. По словам чиновников, сейчас ведутся расчеты. Что касается переделывания данных участков, подрядные организации все эти участки будут восстанавливать за свой счет. Путь он перекладки, вырезать испорченное покрытие и приводить соответствие. За этим неустанно будут контролировать Акимат города. Специально создана рабочая комиссия, поэтому здесь никакого ажиотажа, никакой паники не должно быть. Поэтому это однозначно один выход в этой ситуации. Первый раз получается такая ситуация, чтобы разрушения такого масштаба были. Чтобы узнать, почему отремонтированные участки больше похожи на разбомбленные, власти пригласили подрядчиков. По заявлению представителей компании КТП, почти все отремонтированные ими дороги в отличном состоянии, за исключением незначительной части. Работы у нас, значит, улица Аснауры в 11 микрорайоне и авиагородок дорога, они являются переходящими объектами. Поэтому, когда мы производили работы, у нас много было на данных участках прокладка коммуникаций. Поэтому, по завершении этих работ, было устройство основания и нижнего слоя покрытия. И нами было принято решение на улице Аснауры, значит, положить верхний слой асфальта из неконциозанного щебня, который, чтобы сохранил нижний слой основания и асфальтобетонного покрытия. Сейчас, с наступлением нормальных погодных условий, мы, значит, за счет компании снимаем верхний слой, фрезеруем, который этот материал будет использоваться в дальнейшем на укрепление обочин, на расклинцовку оснований. И за счет средств компании будет уложен новый слой асфальтобетонного покрытия. А вот по поводу качества ремонта Новоалиханова и Некрасова, подрядчики компании «Октобе Гордурстрой» и вовсе ничего не смогли сказать. Компания готова материально и морально переделать все эти дороги за свой счет. 2 миллиарда и 700 миллионов тенге. Такую сумму выделяет в этом году Акимат на ремонт дорог. Планируется также строительство развязок, железнодорожных переходов и изготовление ПСД на возведение новых наземных переходов и мостов. У рынка «Мегашигыс» в целях ликвидации автомобильных пробок будут построены парковки. Асфальт и укладчики также направят и в пригороды. Согласно намеченным планам, в старой части города будут капитаны отремонтированы автодороги по улице Особо-Арака, Джангейдзина и Кунаева. По улице Кунаева запланирована работа по расширению автодороги с устройством остановочного кармана. Для разгрузки потоков автотранспортных средств с улицы Акимжанова будет проведен капитальный ремонт автодороги по улице Джангейдзина, дорожное полотно, которое не ремонтировалось в более 20 лет. Кроме того, всей состроительства нового микрорайона БАЦ-2 и его интенсивным развитием планируется отремонтировать и расширить автодорогу по проспекту Алимы-Картуловой до шести полос от проспекта Санкипа-Батвера до улицы Барешева и до четырех полос самой улицы Барешева с выездом на Хабдинскую трассу. Предполагается построить новый мост, который соединит район Малышка с Москвой. Причем возводиться он будет левее имеющегося путепровода. С презентации нового перехода старый снесут. Акмирал Майкузов и Жаслан Жубаев. Программа «Факт».